Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На строительство моста через Чепцу и тоннеля в Нововятске планируют выделить 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Росавтодор опубликовал проект распределения субсидий на развитие дорожной инфраструктуры страны. Согласно документу, в 2024-2026 годах Кировской области предварительно предусмотрены средства федерального бюджета свыше 2 миллиардов рублей. На 2027-2028 годы на эти объекты выделят еще 1 миллиард 700 миллионов. Сейчас компания из Санкт-Петербурга разрабатывает проектную документацию по строительству тоннеля. Положительное заключение госэкспертизы подрядчик планирует получить не позднее 30 сентября. После этого, как отметил зампред областного правительства Алексей Жердев, работа по увеличению федерального финансирования будет продолжена. От 34 до 70 тысяч предлагают работодатели кировчанам. Служба исследований Headhunter проанализировала почти 20 тысяч вакансий, выложенных кировскими работодателями за первые два месяца лета. Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Кировской области составил от 34,5 тысяч до 70 тысяч рублей в месяц. Год назад цифры были на 5 тысяч меньше – от 30 до 65. Если сравнивать с другими регионами ПФО, то нижний порог зарплат одинаковый примерно везде – это 35 тысяч рублей. А вот верхний в некоторых намного больше, чем в Кировской области. Так, в Башкирии работодатели предлагают зарплаты до 111 тысяч рублей, в Оренбурге – до 91 тысячи. Еще в семи регионах ПФО – до 80 тысяч рублей. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Развитие бизнеса открывает перспективы и создает вызовы. Если вам мала самозанятость с ее лимитом доходов в 2 миллиона 400 тысяч рублей в год, можно подумать об упрощенной системе налогообложения. Перейти на нее можно, направив налоговые уведомления. Сроки перехода зависят от конкретной ситуации, предупреждает руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук. В компании ИП, когда вы открываете, у вас есть 30 дней, чтобы податься на эту систему налогообложения. Либо, если вы вдруг этого не сделали, срок – подать до 31 декабря уведомление, чтобы со следующего года быть. Если самозанятость у вас прекратила действие и у вас была открыта индивидуальная предпринимательность, у вас тоже будет определенный срок и сможете, соответственно, применять ее с даты, когда вы отказались от самозанятости. Но у СН может работать не каждый вид бизнеса. Есть лимиты по доходам, числу сотрудников и другие. Оцените, подойдет ли упрощенка вам вместе с профессионалами бухучета и знатоками законодательства. Компания «Бухгалтеры Ян». 213 112. Телефон для записи на консультацию. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове.